Привет! Здравствуйте! Вы на канале Берлин-Берлин. С вами Лидия. И Андрей. И сегодня вы узнаете, как в немецком городе появилась русская колония. Где располагается самая старая православная церковь в Германии. И где живет последний русский. Все это и многое другое в этой серии. Вы узнаете сегодня, да. И переключайтесь, оставайтесь с нами. В начале 19 века главы трех держав России, Пруссии и Франции играли в очень интересную игру. Называлась она «Я тебе, а ты мне». Сначала русский царь Александр I и прусский король Фридрих Вильгельм III поклялись в вечной дружбе. Но потом пришел Наполеон Бонапарт и забрал все у прусского короля. Русский царь в знак дружбы с прусским королем подписывает невыгодный для себя, но выгодный для Наполеона договор, по которому соглашается на континентальную блокаду Англии. При этом Наполеон должен все вернуть прусскому королю. Наполеон соглашается, но требует при необходимости от прусского короля 20 тысяч солдат. Проходит какое-то время, и Наполеон идет войной против России. Ему нужны солдаты, и он получает от прусского короля обещанных 20 тысяч солдат. В этой войне французы берут в плен 64 солдата русского солдатского хора и как насмешку отдают их прусскому королю. Позже, когда война закончится, эти русские солдаты остаются в прусской армии и продолжают нести службу в городе Потсдаме. Позже, когда в 1825 году Александр I покидает царский престол, и прусский король хочет доказать, что дружба с Россией продолжается, в Потсдаме он строит русскую колонию для оставшихся теперь уже 12 русских солдат и называет ее Александровка в честь Александра I. Простые солдаты получили одноэтажный дом и 10 соток земли, а офицеры – двухэтажный дом и корову в придачу. По указу короля дома в Александрике нельзя было продавать, только передавать по наследству старшему сыну, достигшему 18 лет. Если сыновей не было, с потерей хозяина теряли и дом. Если же в момент смерти отца старшему сыну еще не исполнилось 18 лет, семью выселяли до наступления 18-летнего возраста. Были даже судебные разбирательства по этому поводу. На сегодняшний день от тех русских остался лишь один человек по фамилии Григорьев и проживает он в доме номер 7. В следующей серии вас ожидает место проведения Поздамской конференции «Знакомство с мраморным дворцом» и дворцом Сицилиенхофф. Поздамской конференции «Знакомство с мраморным дворцом» и дворцом Сицилиенхофф. Продолжение следует. Продолжение следует...